Собственный вариант. Прошлым летом мы провели шадуран. Здесь есть какое-то количество мастеров и товарищей, которые были на играх. Здравствуйте, Наталья. Одна особенность, почему в том числе мастера сюда приходят, дело-то в том, что бюджет игры, итоговый и всего прочей части, видела лишь два человека. Я и Мелвин. Он здесь и вот здесь. Он просто пока прячется. Собственно, мастер Вахаче тоже находится здесь, но лучше я рассказывать, лучше все равно я. Мне кажется, что не надо всем подряд лезть в Вахаче историю, в бюджет, думать что-то про это. Творчество в мастерской группе не должно ограничиваться, или ограничиваться только специально обученными людьми, кто что-то по этому поводу высказывает. Я сейчас просто в общих чертах расскажу, что и где мы делали. Некоторые штуки, они реально уникальные. Кто слышал, кто-то видел даже это вживую. Вот. Ну вот прямо уже даже на этом кадре видно, что есть что-то прямо там по лесу, раскидывали кучу всякого и делалось. Вообще игра была у нас. Но это там у нас в целом игроки уже делали. Да. В большей части. Короче, взносы и цитраты. Я начну с самого интересного цифр, потом мы пойдем дальше. Собственно говоря, собрано было разными путями. Это в том числе и тут как? Тут еще есть история о том, что только полигоны. Еще была пара домиков, которые мы арендовали. И они как бы тоже потом дополнительно в бюджет вклинивались. То есть собрали мы суммарно... А мне не на нам уже, спасибо. Ну, просили, просили, спасибо большое. Я так как бы умею и тачпадом пользоваться. Я это не совсем вот так. Вот. Мы примерно собрали разными взносами. Вот, как говорит нам эта сумма, примерно 3 900. Из которых просто не стоя. Немалая часть ушла на комиссии JoinRFG за выплат денег легальным образом. Но, с другой стороны, просто принимать там такого уровня деньги на карточку, я считал уже каким-то перебором. Да и в общем-то администрирование этих платежей, сколько бы их там не было, это уже тяжело и сложно. Но комиссия, она стоит денег, просто об этом надо всегда помнить. В том числе, может быть, слегка на этом где-то вот не изложились. То есть, как вы видите, если вы посмотрите, сколько собрано чистыми 3, 4, 35 и того, сразу виден некий минус. Ну, все, кто с арифметикой с утра обучены, вот такая история. Ну вот, это не базовая сумма, мы сейчас поговорим по этим пунктам отдельно и пробежимся здесь. Итого, полигон. У нас был полигон Изумруд. Он играл в таком виде первый и, наверное, последний раз. Больше он играть в таком виде, к сожалению, не будет, поэтому это не сильно уже интересно. Потому что дело в том, что мы снимали как лесную часть, так и заброшенные строения, которые постепенно перестают быть заброшены, их полигоны как бы ремонтируют, в том числе на полученные из нас деньги. И снимали еще какое-то количество домиков, которые, я думаю, уже почти все так или иначе были, потому что Изумруд на себя как бы спылесосил кучу игр. Но в основном это происходит не летний сезон, потому что в летнем так получается, что там с мая до конца августа дети, которые снимают сразу, в смысле детский лагерь, все, и поэтому особо не забалуют. Мы как бы договорились заранее, это было прямо сложно, связано с тем, что часть детей выехала, часть там отказалась, все равно какой-то домик был занят, и это в любом случае было таким сложной историей, к минимуму утренние зарядки помнят многие, кто там был. Оп, оп. Фиксики. Фиксики, да, ой, от нас. До сих пор у меня это в голове, ты просыпаешься, пойди никуда себе. Тыц, тыц. У нас был тихий час до двух, в смысле с двух часов ночи, а где-то восемь начинались фиксики. Это нормально. Мне было пофиг, я был в другом крае полигона. Это нормально. Так вот, полигон нам обошелся. Домики пятьсот семьи шесть тысяч на игровое время. У меня в полигон включена медицина девяносто тысяч, если что, Майловин отдельно может рассказать, что это такое, сейчас мы это сделаем. И полигон. Мы итогово решили не торговаться за мелочи и сошлись на сумме в миллион. То есть, на самом деле, там было какое-то количество еще доплат, они у меня там как-то отдельно просто, они почитаны на каких-то местах, но, в общем-то, порядок он такой. Это бюджет, вы видите, не до рубля, но просто какие-то там траты уже, которые были на полигоне или какие-то вещи, уже там записывались как-то в общих чертах. Ну, кажется, столько, в смысле. Или это было общим блоком, это было почитано. За миллион мы получили не просто полигон, ну, кусок леса, а в это было включено электричество, вода, туалеты, души и вся прочая инфраструктура. То есть, мы, например, души и туалетов мы вообще сделали даже больше, чем полагает Санпин на всю эту историю. Плюс, учитывая то, что были еще домики, где тоже были души и не можно было как-то им пользоваться, то вообще, по-моему, проблем ни с горячей, ни с холодной водой на лесном полигоне не было. Говоря про масштаб, надо сказать следующее. Было более 600 игроков, 600 с чем-то, ну, с небольшим, как бы, хвостиком. В смысле, приехало на игру. Это не заявки, это те, кто засветились своими аккаунтами в базе. Мы это могли верить. У нас к регистрации-то не было, нам было вообще все равно. Типа, ты оплатил взнос, у тебя есть доступ в приложение. Не оплатил взнос, доступа в приложение нет. Поэтому какая разница? Поэтому мы к регистрации, если что-нибудь, не делали. Этот момент важный, оно было автоматическое. Поэтому, заехало на игру в программе мы не делали, нам было вообще все равно по барабану. Кто заехал? Кто-нибудь заехал? Примерно так. Без данного взноса играть было невозможно. И мастерская группа с игротехниками было еще более 100 человек. Это просто к вопросу масштаба, что вот это все дело, и мы имели кучу всего. Электричество в каждый дом. Игра была на телефонах, на смартфонах. Поэтому во все локации мы проводили, даже в лесные дальние, были прокинуты кабели с удлинителями, от которых можно было запитываться и позволять себе в палатке, ну вот они в палатке, там, в домограммной зоне, прям они, как бы, электричество. Про медицину. На самом деле тут такая история. Цена она такая. Это заплатили вот мы столько. Реально цена на медицину, я знаю, что бывает и подороже бывает столько, но вот надо. Про медицину в целом все просто. Цена на медицину варьируется от того, что вы хотите от медицины. Там, нужно нам скоряк, сколько вам нужна бригада, дежурство круглосуточное, или там, если ночь что-то случилось, вы там, врача ищите, будете и прочее. Вот. Мы договаривались с одной бригадой, как бы, год назад, когда игра еще планировалась, потом она перенеслась, цены изменились, и, как бы, было геморройно искать, там, общий язык, типа, мы же договаривались, давайте так же, но в этом году, вот. У меня, просто, как бы, оказались медики, которые меня должны, которые я высказал, типа, чуваки, вы мне должны, типа, вот, мы договаривались на такую сумму, работаем, как бы, мне нужно, скорее, как бы, четыре бригады, четыре человека, как бы, плюс-минус, чтобы они могли подменяться, дежурить и работать, как бы, и у них выбора не очень было. Вот. В целом, как бы, найти такой комплект за такую стоимость, как бы, фантастично, это, типа, как бы, совсем по знакомству. Ну, там, с некой, как бы, нацелкой, да, спасибо, да, потому что медиками занимался там полностью, я вообще в это дело не влезал, знаю, что они были, знаю, что оказывали помощь, что они были круглосуточные, фактически, и там... Очень удобно, это дуражно было на Скорике ездить по полигонам. Да, это правда, это большой плюс. Вот, что еще? Вот, вот это вот, про доставкам. Я тут слышал вчера мнение с Аликса, что Леруаев это хорошо, я читаю, что Леруаев это притон пидорасов, работать с ними нельзя, никогда, и старайтесь этого вообще избегать. Потому что, в плане доставок, они нас кинули жестко, не привозили, или сменяли время, то не было, то что-то еще, мы из-за этого потратили кучу времени. И мой опыт прошлых лет работы с доставками говорит о том, что Петрович рулит, Леруаев, притон пидорасов, работать с ними надо стараться сойти, избегать. Ну, или закладывать лишнюю неделю, и, чтобы найти это где-то еще. Да. Вот. Петрович, на моей памяти, даже на Deus Ex, на полигон мне все привозил. Там просто вот на полигонте из Убру, тут Алина Петрович, кажется, не очень увозят. Область не та. Область не та. Так вышла. Ну, рождыряться как-нибудь добуду. Ну, еще вот про полигон, мне приходили отзывы, что указатели на парковке рулят и авто хорошо, где что заезжать как. То есть, я не знаю, как бы, по мне так, как бы, ну, то есть, я там достаточно рано приехал, и парковкой, ну, там, максимум укатывал джипом своим от этого. Ну, то есть, у меня была какая-то пауза, было нечего как делать, я укатывал просто джипом как бы ездить на эту травму хорошо. Мне вот говорили, что указатели – дело хорошее, и просили об этом тоже отдельно рассказать. Я так собирал, как бы, отзывы типа, а что бы вот вы отметили из того, что интересно было? Вот мне отвечали их. Ну, в целом, как бы, просто указатели без человека работают плохо, потому что толкинисты творческие, и долгаются в глаза, и считают, что им вот здесь стать гораздо лучше, и на остальных срать. Да, мы, конечно же, делали парковщиков, была специальная служба, которая занималась… Она же занималась въездом или запрещением въезда на полигон во время игры. Да, то есть, мы ограничили заезд на полигон, но там было достаточно просто сделать, потому что ворота одни. Давайте мы потом это сделаем. Спасибо большое. Вот. То есть, как бы, мы… Ворота на полигон были как бы одни, и занятки можно было только одним способом. Эти мы, в том числе, достигли того, что машины на игре по полигону не ездили. То есть, даже на нашем маленьком полигоне, я считаю, что машина на игре – это зло, и допустить её можно только кабакам, только в строго согласованные утренние ранние часы. Это когда ещё народ, в целом, в комадозе спит, завтракает и делает что-то ещё. В остальное время машин на полигоне быть не должно. Мы очень жёстко их выкидывали оттуда, старались вот в процессе игры, чтобы не оставались. Одна машина встала, перекрывается дорога, заезды, что-то ещё. Большое количество полигонов страдают тем, что они с дорогами всё не очень хорошо, поэтому сразу поставились и сразу выехали. Мы там давали, типа, полчаса на выезд. Не всегда работало, но в целом там… Да, ну и так же, конечно, про машины ещё, типа, телефоны владельцев… Сядь не сюда, чтоб тебя было видно, что видно, а то ноты из-за колонны вырекла. Президиум, пожалуйста. Меня опять на первом слайде показывали. Всё равно, там же много нет. Я сюда сяду. Конечно, стало. Так вот. Короче, Оля, у нас, как раз вспомнил, были ещё парковщики. Парковщики, в целом, дело хорошее, правильное и, пожалуй, единственное, позволяющее, если места… Ну, в целом, неблагодарное, как бы, их тоже нужно, не знаю, развлекать как-то, ротировать, потому что люди там как бы выгорают. Да, все волонтёры делают вот тут такое. Ну, в общем, без этого иначе реально парковка превращается в балаган абсолютно. Кто-то как-то машину бросил, этот без телефона, это что-то ещё, об этом одну машину искали довольно долго. Ну, что реально, но запрыгался как кретин полный, к сожалению. Вот. Знаете, немножко весёлых картинок. Вот, собственно, мы сделали почти везде, где могли, вот такого рода стандартные фаянцевые сортиры, которые я так люблю. Это, собственно, у нас на фотографии был катакомбы, дальняя часть, самая дальняя. Ну, мы выбирали какие-то точки, и в каждую локацию, так они были особенными, районы. У нас полигон был маленький, 200 на 300 метров, но в каждый район мы примили отдельно воду, горячую, холодную, отдельно электричество. От этих же точек, где были туалеты, мы раздавали воду кабакам. То есть, у меня в первую очередь было задачей запитать, ну, в смысле, только кабакам и туалетам. Там же кругомойники, не кемувальники, души. Да, и ещё рядом же были души, да, всё так. Это позволяло, ну, там, свести всю инфраструктуру в одну точку и сделать там водораздачу. Ну, то есть, как бы, это убирает необходимость, типа, этого водного перемирия и всего этого. Да, 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 чтобы не было. У меня такие вещи, там, всегда, в бессильникам, в играх, что там все пошли к одному кранеру и начали набирать там или к реке. Каждая локация должна быть автономна по всему, иначе дружба-магия только растёт, потому что никто никого не бьёт. Куда дели фаянс после? Их оставила на себе база, они их тоже используют, как минимум, они же, достраив вот эти корпуса, отправят их вот туда. Часть, опять же, вот это вот, такие тоже домик, это, собственно, стабильная эта будка. В ней внутри тоже, как бы, унитазы, души, они её купили, как раз, для своего кемпинга. В том числе, на эти деньги, которые мы им дали. То есть, Андрей на эти деньги, Белябский развивает полигон. Вот, они делают эту штуку. Причём, таких вот туалетов души, мы их раскидали везде. Ну да, стандартные, как бы, конверты стандартные, тканка чёрная, стандартные там. Можно крышу отдать? Да, но вначале её не было, мы её просили её добавить. Там её не везде делали. Мы сказали, что когда идёт дождь, немножко мокро, как бы, посидеть, и просили её добавить. Ну, делали люди такие. Местные, видишь, они. Одно делали надёжно, другое нет. Ну, в целом, главное, оно всё отработало. В смысле, проблемы, конечно, с этим были, но сантехники, как бы, возможные быстрые починки к руле тоже входило в стоимость оплат по левому. Мастерский лагерь. Очень важная штука, которую, там, мне, там, я за неё доволен, я рад. Во-первых, мы разделили лагеря. Игротеха, где была там тусовка, они там хотели что ещё, и мастеров просто на сон. Что мастера могли спать. Это не касается тех, кто жил в корпусах. Тем более, что корпуса нам сдали только в среду, а заезд на игру был, там, с пятницы у мастеров. Дальше, что ещё? Мастерка у нас была под крышей. Там был интернет, электричество, и очень много пыли так вышло, потому что это был объект, который находится под стройку. Вот. Ну, пыль как-то мы старались собирать. На лагерях... Пылесосы. Да. На лагерях всего ушло где-то порядка 230 тысяч, это вот на всё подряд связанное было. Ну, там, на обеспечение. Это вот, там, это все возможные закупки, которые просили, там, к сожалению, мы местами перезаложились. Это была проблема, можно было потратить меньше денег. Я невнимательно отнесся, как хотелка в игротехнического блока, который заказали кучу всего, и теперь это куча всего не портящего и стоит у меня на схвате, и мы ждём больших, крупных игр, чтобы это количество туалетной бумаги можно было там израсходовать. Простается смыслом. С другой стороны, и ресницы. Ну да, и там где-то какие-то орешки там полгода доедал и прочее. Да, 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 вот Мелл прям отжирался. Да, прям вот толстенький стал. Дальше. Что мы ещё сделали? Мы сделали, конечно же, отдельную столовую вместе с кейтерингом. Я считаю, что кормить мастеров в игротехниках – это обязанность матерской группы. Мы кормили всех мастеров в игротехах три раза в день горячим питанием по расписанию. Так это был кейтеринг, нам их привозили в ланч-боксах, и это можно было забрать с собой и уйти при желании. Ну, микроволновка там, понятно, погреть и прочее. Что? Микроволновка для погреть, когда я пришёл позже, тоже была такая. Ну, это как бы, это вопрос, если... Самое именно важное, что это питание. То есть, в любом случае, я считаю, правильным это всё организовывать и не экономить именно на этом блоке. И лучше, да, и кейтеринг, конечно же, по возможности рулят или специально выделены повара, которые работают постоянно. Потому что сытый мастер – это мастер, который может дальше, как бы, идти работать. А голодного даже, как бы, бить уже жалко становится, когда-то сложность начинается вовремя. Ещё мне понравилась штука – это вот коробки печенья из комуса. Который не знает, вот внизу, на первом этаже, около телевизора, где вот этот исполненный холл, там стоит вот... Там вчера сделала точная коробка вот с печеньем. Такие вот двух-трёх-пяти килограммовые коробки печенья рулят. Они, во-первых, дешёвые относительно. Ну, на килограмм, ну так, на сто грамм веса они дешёвые. И вот ты её ставишь одну, и она у тебя постепенно, как бы, исчезает, исчезает, как бы, исчезает. И ты её, там, съел, подал её, отлил со мной. То есть сладости и печеньки, но углеводы и сладкие, в том плане, ускоряют, как бы, работать. Я, прям, считаю, must-have, в том числе, оргкомитет КАМПОН, этим тоже пользуются, кормят, не знаю, то ли волонтёров, то ли кого-то из всех. Всех. Всех так себе, но нормально. Ну, и мы покупали ещё, собственно, 230 тысяч, там было печенье на там какие-то, на много денег. Огромную сумму, конечно, сожрали энергетики с колой, то есть мы решили их купить в большое количество, что всё равно их не хватало, и какие-то мастера сами заказывали, но мы этих энергетиков заказали там очень много. Там были реально стеллажи, и к концу игры они все исчезли, конечно же. Слезли. Ну, к концу уже ничего не было, в смысле, понятно. Ну, как бы, было надо. А что, какую модель выбрали? Что? Энергетиков. А всё подряд. Знаешь, а там я решил зачем-то собрать хотелки, этим надо без сахара, пожалуйста, там, зеро калорий, отсюда. А дальше я, как бы, смотрел, что примерно по ценам совпадало более-менее, и набирали там банками или чем-то ещё, там, без сахара, типа, Катбулы шли. Ну, как бы, в любом случае, то есть я, там, пользовался трио в Москве, это Ульконос, Прок и Озон. У них были разные цены на разные, то есть и по трём этим, как бы, точкам. Ну, и четвёртый был Комуус, Даля тоже что-то давал какие-то вещи, он скорее не про продукты, а про полиграфию. Вот на базе этих четырёх, как бы, штук мы собрали, в общем-то, почти всё, ну и Петрович с ура для строяка, по крайней мере, еды брали там. Ну, там, прям, очень много было всего. Ну, вода и энергетики Кола. Вода как-то слегка оставалась, какая-то там, ну, лучше, чтобы она и была, а вот, ну, там, и энергетики все ушли. Ну, и у нас был склад с колдовщиком, это прям тоже обязательная, как бы, история, без которой нельзя, без колдовщика крупная матерская группа жить не можно. Даже, на самом деле, команда, человек на уже 20+, без колдовщика жить не может, она может найти, кто забрал степлер, уже становится проблемой. Надо записывать всегда, кто забрал, что забрал, и куда, в смысле, там, Вася взял, напишешь, Вася, когда ты отдашь мне степлер, а, я забыл, вот он, да? Или я его отдал Петя, ну, ищи, и вот это дальше, или, по крайней мере, уже ясно, значит, что и куда. Мы и на, ну, не только на, как мастерская группа, но и как команда едящая без колдовщика не существует. Вот так выглядела мастерка. Слева. Ну, справа тоже была мастерка, да, это было до игры еще, это у нас все работало. Это на игре. Это? Это на игре. А, на игре. А, значит, видимо, уже суббота, когда уже... Не-не-не, почему это там, там, в четверг, в пятницу, типа, все произойдет? Нет, в четверг, в пятницу у меня там не было. Ну, я-то там был. Ну, это-то моя нога. Ну, ты там на полчаса зашла. Это же моя нога, я же знаю. А это воронка обзорила. Да. Примерно так. Вот, случайно, вот так выглядела мастерка. Ну, понятно, что это некое настроенное здание, то есть столы, стулья, много интернета, много удлинителей, провода, как обычно, в скотском состоянии. Вот там зарядка рации, соответственно, в этом месте. Радиозона вся должна быть, где она заряжается. А вот там вот на полу стояли как бы энергетики и все такое. Ну, и столовая была отдельно. То есть мы мастерку от столовой делили. Ну, это как бы разные залы, например. Ну, чтобы мастера работают в одном месте, а в другом, где столовая, там идет некий тусыч, еда... Ну, и это упрощает ситуацию, чтобы мастерка не застиралась всем подряд. Да, и позволяет в любом случае отвлечься, взять еду куда-то, пойти, изменить место, которое есть. Вот. У нас сначала вот такая вот была здоровая мастерка. Ну, встание там, вот это вот, это не грязь, это пыль, к сожалению. Мы ее там время от времени не собирали, она все равно существовала. Ну, потому что такие вот планы сделали, жаль. Ну, не успели... Зря они так. Айти, собственно, которое было. Мы потратили примерно 650 тысяч, я подзоряю чуть-чуть больше. Из них мегафон 1378 тысяч. Мегафон, мы привезли ей вышку, в смысле, мы договорились заранее до, за полтора года до, даже за два, ну, там, из-за переноса, что нам привезли мегафонную базовую станцию мобильную, которая приехала, развернулась и дала нам интернет. Она стоит за вызов машины x рублей за первые сутки, и за вторые там какой-то идет фикс. Они ее привезли нам несколько раньше, на сутки до, и оставили нам ее еще потом. То есть, они нам ее отрубили не в субботу, а забрали ее в князельник. Вот. Это, собственно говоря, позволило нам еще допугнуть в интернет. Мы с ним не платили. То есть, это оплаченный срок со среды до субботы. Сколько сейчас это будет стоить, точно очень ясно, но вообще, как бы, на крупные игры с большими бюджетами, где есть телефон, я считаю, работает точно. Но, опять же, она все-таки не идеальна, условный гарнизон А, вышка не накроет. Это перебор. Нужно несколько. Скорее странно, она лучше накрывает поле. То есть, в чем проблема с сигналом? Как только у тебя есть лес, оно работает, как только пошел дождь, мокрый лес гасит все. То есть, это была история, когда пошел дождь, и вот в дальней части, кстати, это к такому, нацепление всего лишь 250-300 метров от вышки, уже был интернет не на полных палочках, а на двух-трех. Все равно он был, все равно работало, но там дальность, я оцениваю, а они оценивают дальность до километра, мокрый лес может быть и пол. Ну и еще не забывать, что она требует питания, то есть она питалась электричеством от базы, не помню, по-моему там... 30-60. У них в теории есть генераторы, там можно было разговаривать. Генераторы в теории у них тоже есть, они это все организуют. У них базовые есть генераторы, у них базовые есть генераторы. Ну отдельные деньги. Да, да, базовые есть, но лучше жир было кормить вилкой. Вот, мы еще сделали резервный Wi-Fi, разместили его на точках, но в общем-то я им скорее разочаровывал, то есть он как бы снимал слегка нагрузку с интернета где-то и работало. Это были полигонные кабели, мы расширили их туда, ставили, но покрытие Wi-Fi этого промышленно меня сильно разочаровало. Прям очень сильно. Мегафон работал гораздо лучше. Ну то есть типа, чтобы покрывать Wi-Fi лучше, нужно было больше денег, как бы откуда их взять? Да, это примерно так. В итоге оказалось, что, ну то есть даже за 378 тысяч даже может быть не факт, что мы Wi-Fi бы везде наладили, а когда вот тебе игра зависит от интернета, нужно 100% как бы сделать так, чтобы Wi-Fi был вот, в смысле два канала иметь, потому что мало ли что, мало ли что приляжет. Вот, у нас были ещё маяки на блютуфе, железо у нас было в облаках, в смысле мы пользовались ними, считаю, что это максимально правильно, делать нужно только так, по крайней мере на больших масштабах, потому что облака позволяют масштабировать инфраструктуру при необходимости. А так если свой сервер кончился, то и вот. Что мы ещё платили? Хостингу платили, join мы платили. У join есть просьба обычно перевести некую сумму от собранных денег, порядка, кажется, одного процента. Они просят перевести себе в качестве доната, а мы, несомненно, это сделали в полном объёме, и всем автоматическим группам мы будем делать так же, потому что join живёт только на этом. И у нас были бесплатные симки от Мегафона, как оказалось, операторы спокойно, ну симки реально бесплатные, даже с какими-то деньгами на этих симках, то есть у нас были симки, у них было по 90 рублей плюс, которые просто раздавались там. Надо сказать, что до сих пор у меня эта симка, например, в телефоне, как Мегафон, здесь работает. Я её просто использую. Мегафон сказал, что мы с ним общались, что немалое количество симок так и осталось у людей, они этим прекрасно заводят. Вот прекрасная мегафоновская халапуда, вот она только приехала, я этим радовался, а вот эта вот, она здесь, а это её антреяна. Вот такая вот дрянь, здоровая. Они сделали собственно. Радиомозг какую-то, это не везде можно сделать, там мегафоновские инженеры приезжали раза два или три, чтобы точно подтвердить, что это возможно, но как бы вот такая штука. В общем, масштабная хрень, достаточно масштабная хрень. И внушает. Данжи и антураж. Данжи у нас съели 200 и 400 тысяч, и в том числе на лагере было там омер дохуяк на ближних закупок и потерь денег. Но это скорее просто по данжи. Так и так само это всё, там стоимость и дерева, и другого прочего, ну как бы тут иначе никак. Вот. И на антураж регионов плюс на Мертвятник мы отправили ещё 175 тысяч. Антураж как бы в районах это типа, а купите мне там, не знаю, кубиков квадратных, да, каких-нибудь для нашей там оригинальной модели шайбочек, звёздочек, которые куда-то там вкладываются. Вот такие вот пошли туда деньги. Они всё равно есть, но какие-то мелочи есть. Кабаки. У нас было более 15 разных заведений на игре. Это и кофейни, это и кальянные, это и реальные кабаки, которые готовили. Мы рассчитывали, что еды и напитков, ну я считаю, под порцией, вот написано там вот, 3000 порций, порция тоже ты разово покупаешь, некая там колба. Ну там, или у тебя там чашка кофе с круассаном, либо просто еда. Вот мы рассчитывали примерно на 3000 порций еды на игре. То есть на трое суток за игровые деньги. То есть это 1000 порций на 600 игроков. То есть мы считали, где-то полторы порции в день всякого можно было бы получить за игровые деньги. Больше или меньше. В общем-то не все на играх столько-то вообще едят, поэтому и ладно. Это были при этом или там лапша какая-нибудь, это было и кофе, это были и блины, в общем много всего. Вот бюджет в итоге на это, кажется, 334 тысячи вышел. То есть мы были готовы даровать где-то, ну как там оказалось, совсем больше, но в любом случае мы как бы все считали. То есть для нас вот экономика на игре была очень важным движком, об этом мы будем рассказывать здесь через полчаса с Марьяной. Если что, вдруг мы будем рассказывать именно про экономику, которая во многом строилась на том, что нам нужно очень-очень много точек выхода денег из игры, чтобы валюта была реальной ценностью. Ну чтобы не просто как деньги, ну такое вот, у кого больше, да, какие-то вот это что, как на большинстве игр бывает, к сожалению. А деньги это реальная ценность, которая позволяет в игре тебе что-то получать. Поэтому много еды, кальяна, всего-всего заграждения. Мы это все дело как бы, ну аккуратно, но статировали. Понятно, что мы там со всеми группами общались с кабацкими, чтобы хотелки немножко завязать. Ну и мы, естественно, всем давали воду и электричество. К кабакам. В разумных случаях. Да, в разумных случаях, когда у нас одна команда устроила нам как истерику, послала нас на хуй и уехала, потому что они почему-то посчитали, что у нас будет электричество для электроплиты. Большое количество. А они себе запросили, мне кажется, пятнадцать киловатт. Семнадцать, спасибо. Мы сказали, что вот так вот. И нет, мы не договорились. Мы говорим, ну какие электроплиты, у нас тут всего сто киловатт на полигон. Но без этого мы не можем готовить. Ну, очень жаль. Мы везде про это и говорили, и просили, что мы просим готовить на газу. Конечно же. А электричество мы используем... Да, вообще, как бы готовить надо только на газу, конечно же. В лесу электричества мало. А электричество идет под разные там миксеры, холодильники и всякие прочие мелочи, которые с газа, к сожалению, не работают. Вот это вот прям необходимая история. Что еще? Полигон... О, еще про полигон. Мы играли в лесу вместе с запросами. Рядом были жилые домики. И понятно, что жилые домики там в игре не было, а был лес и забросы. В общем, неравенства, условий между локациями было. У меня ряд игроков, что-то до начала... Ну как вообще? Что мы сделали? Вначале выбрали полигон, решили, где локации будут. Позвали всех на осмотр, только после этого мы сказали, что готовы принимать взносы. То есть моя полиция звучит так. Вначале ты озвучиваешь все вплоть до полигона, только после этого ты говоришь, а теперь дайте денег. Как гарантию того, что ты приедешь. А вот заброс лес плюс лагерь это восторг. Конечно же жаль, что таких условий мало. В любом случае, когда рядом у тебя есть и лес, и заброшка, это неравенство условий. У одних уже есть какая-то крыша, с другой стороны там тесно. Но с этим всем приходится как-то решать и разговаривать. Важно быть честными и заранее рассказывать все. То есть мы вас зовем на такие условия, потому что, чтобы не было, как на некоторых играх будущего года, когда ты узнаешь, что твои условия по проживанию слегка отличаются от ожиданий. За них, как говорят, нет за смерть. Итогон. Примерно минус 270 тысяч рублей. Это где-то 7% от бюджета игры. Это довольно много. В абсолютных цифрах, в процентах, наверное, не очень. Во многом эта сумма создана переносом игры на год. И невозможностью увеличивать взносы тем, кто вздал раньше, чем по старым ценам. Потому что, например, когда мы приехали... Стоимость на, например, дерево в 2021 году представляют абсолютно все. Мы тоже это дерево покупали для мастерской группы. И, естественно, при сборе взносов, условно, в начале 2020 года, до пандемии, даже близко не мог предположить, что самое дорогое место в городе – это склад дерева. Вот реально там вторая, я привел тебя в самое дорогое место города. И вот в заднем плане там у тебя там бревна, доски, лесопилка. Реально. Когда мы ездили по рынкам, то есть ты смотришь, цены реально в 2-3 раза больше, чем туда. Палеты, на которых мы рассчитывали многое строить, мы получили частично бесплатно. Спасибо как бы игрокам нашим, которые ездили и помогали в Канужскую область на эти какие-то базы. Но это были не форматные палеты. Не там стандартные европалеты, а какое-нибудь вот такое вот кособокое чудо какое-нибудь, которое там... Но они бесплатно для нас были. Мы заплатили только доставку, и эти деньги и заплатили. Их в бюджете нет, я их уже не считал. Ну типа мы примерно было порвано. Мы заплатили там 300 тысяч за палеты за доставку их, и 300 тысяч мы вернули как-то там кэшом. Вот это как раз уже было на игре, но мы там вышли в ноль, поэтому я посчитал, что и ладно, на сальдо это уже не влияет. И куча как бы всего так тоже красло с ценами. При этом проблема связанная есть с тем, что ты заявляешь взнос в одно время, а потом случается там, не знаю, там спецоперация, как говорят, или пандемия, и цены, а не в космосе, и посчитать ничего нельзя. Я не знаю, что это делать. Может быть надо говорить, что, извините, взнос повышаем всем плюс 500 рублей, потому что так. Ну, в случае переноса, вот не знаю, как бы там дядь Слава с хишками переносящим так будет дышать. Вот дядь Слава, ну, хочет вешать. Примерно так. Я думаю, что это просто честно выйти ко всем, и сказать, ребята, и без этого надо делать так. Мы так не сделали, и это, наверное, было неправильно, потому что из бюджета посчитанного в ноль, мы все-таки и с возможностью закрыть минусы, мы все-таки попали вот в такой минус. Не то, что меня он как бы расстраивал в этом плане, я был к нему готов за столько лет, что он меня не смутил, но лучше в минус игры, конечно же, не делать, и брать кредиты на игры, как некоторые наши знакомые товарищи, не будем их называть вслух, никто знает, знает, тоже так делать не надо. То есть надо, вот как во всех случаях, делать на свои. Если есть возможность вложить мастерские группы, накладывали, вот как показывали Слава, а мы, вот, взнос с игроков две тысячи, а мастеров пять тысяч на игру. Если можешь, ладно, ты так заделай, и покроешь свой минус. В остальном, конечно, делать так, не надо и стремиться всегда идти в плюсовую зону. А так, я думаю, я считаю, что мы сделали лучшее АХЧ для полевой, как бы, игры крупной в истории, которая вообще когда-либо была. То есть понятно, что там, например, где федералы жили, это, ну, не совсем, как бы, это, скорее, база. Но вот все остальное, эта игра была полевая. К сожалению, я не испытываю, я доволен, город, в основном, в основном, в опыте того, что мы сделали, как-то так. Все, я окончил, дальше к вопросам. Спасибо. Готовы перейти к вопросам, если они есть, что еще рассказать по темной цифрой? Вот можем, вот, ради интереса, вот, впуск, на пример к этим. А по разбору, короче, что это делалось? Вы все завезли, понятно, а потом все потом вывозили. Смотри, это во многом ходило. А что такое все завезли? Мы его бросим, мы договорились с полигоном, что останется им. После нас была игра от Ёлов, как раз Белые Тенты, я не помню, как их называется, но Белые Тенты я запомнил. Она вообще какая-то сложная, проумная. Не Рома, и на том спасибо. Да, я не в такое, вот, это правда. И мы договорились, что просто это туда передадим. Это, в общем-то, входило в этот миллион глобальный, что мы не думаем про утилизацию. В это входили, конечно же, мусорные контейнеры. Мы имели мусорные контейнеры в нескольких точках полигона, потому что, чем больше у тебя мусорных контейнеров сдает, тем меньше у тебя мусора на полигоне. И вывозили мы их тоже. То есть, мы, например, вывезли перед игрой все. И в процессе мы это тоже вывезли. Потому что, чтобы не было, как после Железного Трона, когда вроде бы все рассчитали, а контейнеры вводятся плохо, и тебе несут, 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 не кончились. Там уже летается гора, которая больше контейнеров десять раз, тратит еще кучу времени на перекидывание. То есть, люди, в целом, хорошие и донести могут. Мы, конечно же, столкнулись с одной командой, которая сказала, за такой взнос вы сами дотащите за нас мусор. Этих людей, как бы, я запомнил. И они в итоге все-таки... Ну, а после некоторых переговоров, жестко недовольно, они все решили сами. Ну, в общем-то, мы были готовы к такой истории. И потом люди, которые работали на базе, все равно какое-то время мусор за игроками доумирали, когда это было. Мусор все равно не на сто процентов. Ну, такое может быть, типа, за взнос в шесть тысяч вы сами дотащите мусор. Это проблема, которая у нас глобально есть, что за взнос по чему-то считает, что у нас как бы полный сервис от и до. Нет, вот ему прямо жопа... Ну, там нужен взнос, как бы, чуть иной. Да, мы всегда говорим, что вот мы за взнос даем вот это вот. Раз, два, три, четыре, пять, десять. Есть никакого, что за вами тут в жопу побыть, втирают, нет, пожалуйста, идите и сделайте это. Вот, но такое может быть, оно все равно такое будет, и чем выше взноса, тем более, кажется, такое потребительское отношение именно тому, что тебе должны выйти. Поэтому хорошо, я говорю, заранее рассказывать, что будет, и говорить, а другого вы за деньги не будет. То есть раз, два, три, четыре, пять. Да и стараться, конечно, на этом уследовать, раз уж мы за это дело взялись. Вот, поэтому вы за зубку не было. А леса строительные, которые привезли игроки, мы прямо там и продали полигон. И все. Помогли сынку тебе твои ляхи? Нет, все, больше лесов у нас нет. А из-за того есть у изумруда имблоки. Те самые замечательные леса, да? Да, 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 личные. Они теперь принадлежат этой группе полигонов имблоколовинок изумруд, и можно их там брать в аренду и пользоваться. Прекрасно. Дальше вопрос, Игонос. Да, да. Ну тут вопрос следующий. Он был еще вчера и до этого, но ты его сейчас сам сформулировал. Вот ты описывал бюджет, и основные минуса были из всяких мелочей. Именно они складывались. То есть те же, получается, данжи, всякая мелочевка, и оно появилось в больших минусах. Вопрос такой. Как ты считаешь, как эту проблему лучше всего решить? Назначь 4 дней для человека. Это все наполнил. Смотри, посчитай. Смотри, посмотри, есть такая штука, как у него некий опыт других. Сделаешь прямо АЛХЧ с полного нуля, и никогда его не делал, скорее всего, ошибка будет. Здесь мы попали на то, что был перезакупик в Данжах, и я там на всякие нужды, я оцениваю 1050, а все остальное – это какие-то мелочи, связанные с переносом. Его довольно сложно, а, прочитать, б, сложно прочитать такие вещи. Значит, надо на самом деле быть более смелым и более смело ставить более высокие ценности. Вот примерно так. Заранее. Если вдруг будет плюс, его можно весело, радостно пропить мастерской группой, потом покупать багаж. Так. Вопрос. А куда делась барахло, которое из Данжа? Или даже там сетка, которая висела? Кто-то как-то разбирал. Я не знаю. Понимаешь? Так как я не собирался, не собираюсь в ближайшие как бы 10 лет заниматься играми, с точки зрения его организации, меня это же не сильно набалдовало. В целом, мы были готовы раздать мастерам, которым это было что-то нужно, или игротехникам, забрать от с собой. Ну, не выкидывать журку. Ну, антураж Данжей, как бы часть, сами сотрудники Данжей забрали, часть осталась базой там на красивости, потому что там всяко проходят какие-то игры и типа что-то ёллов снил. Ну, да. Так, кого-то попинговать, у кого есть остатки. Ну, вот там сетка, сетка, по которой лазили по Данжу. Вот у вас был Данж, который был справа от VR. Я понял, это VR-ный Данж, собственно, основание. Сетка там, сетка там. Да. Вот, собственно... Сетка предоставляла глава интернет-технического блока. Танго. Танго, танго. А может, была где-то её. Хорошо. Ну, мы это оплачиваем. Оплачиваем. Танго, Юлия Чинилова, ныне в ВКонтакте, Андреева. И, я знаю почему. Вот у вас что-то группов было примерно? Да, чуть-чуть-чуть. А сколько машин у вас было примерно заявлено? Ох... Чуть-чуть меньше, типа. Чуть-чуть меньше. Меньше штатки? Нет, больше. Больше, больше, больше. Парковка была больше, чем на 200 мест рассчитана. Типа больше было зайдом. Я бы сказал, здесь считай 200. У нас было поле, и другого всё равно не было. А мы прочитали, что она переполнится, и по дороге не стало. Оно было всё равно одно. Оно было ограничено, как бы, с одной... И мы считали, у нас тут сколько влезет, влезет сюда, а остальные встанут туда вдоль дороги. Да, там дорога расфальтовая. Но там больше сотни было, я катался по парковке. И то, чтобы мы не заморачивались. У нас не было особо выбора. Мы максимум выкасили машину. И проблемы у вас может получать, если не было с поиском. То есть, у вас была атмосфер, вы его заняли, и всё. Смотри, когда мы в целом выбирали полигон, это всё было факторами, по которым мы его выбрали. Это электричество, это вода, это возможность мегафонов скрывушки поставить. То есть, когда там есть следовая связь, то есть, можно как бы и усилить. Это интернет здесь, это отдельные въезды, запросы. Это поле под парковку. На что тоже был отдельный заезд? Тоже поле было? Ну, поле было заезды. Да, что для парковки можно доехать было на асфальтовой дороге. А грунт далее, понимаешь, не глина, а песок. Там песчаный грунт, поэтому в дождь ему было всё рано. Это тоже не парасея. К сожалению. Достаточно хорошо, песок хорошо. Всё кучше, чем глина там и не парасея. Если у тебя идут ливни... Парасея звает, понятно. Если у тебя идут в ливни десять дней, и асфальт уплывёт. Всё, спасибо большое, что пришли. Первый и последний раз. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ